В следующие выходные Великий Новгород отметит свой 1158 день рождения. О главных праздничных площадках рассказали сегодня на брифинге представители мэрии. Праздник пройдет под девизом «Сделано в Великом Новгороде». Акцент на местные коллективы, творческие и трудовые. А потому одним из главных событий первого дня станет большое шествие предприятий и организаций. Завершится оно по традиции на центральной площади у главной сцены. Впрочем, далеко не единственной. На летней эстраде пройдет молодежный арт-фестиваль «Птица». В Кремлевском парке и на Ярославовом дворище будут работать интерактивные площадки. А самым ярким и зрелищным действом станет выступление театра «Огня и света Фолькор» и фейерверк. В этом году он будет отличаться от предыдущих. Потому что примет участие сразу три фирмы, которые организуют фейерверки. То есть у нас будет такой фестиваль фейерверков, соревнования, может быть, даже фейерверков из трех точек. В акватории реки Волхов новгородцы смогут сравнить искусство пиротехников Новгорода и Санкт-Петербурга. Пройдут в дни города и спортивные мероприятия. Утром 10 июня от памятника тысячелетия России стартует 23-й легкоатлетический пробег вокруг озера Ильмень. Продлится марш-бросок три дня. А в акватории реки Волхов состоятся игры второго этапа Кубка России по Кануполу. Это зрелищное событие, несмотря на ту погоду, которая может быть. В общем-то, я думаю, привлечет большое количество зрителей. Потому что, во-первых, будут проходить в доступном месте, практически в центр города. Во-вторых, это довольно-таки активная и интересная игра. И, в-третьих, понятно, что наши спортсмены являются одним из фаворитов. А 12 июня в Кремле и на площади пройдут мероприятия, посвященные Дню России. После официальной части в детинцы под открытым небом выступят сразу три оркестра. Подробная программа мероприятий, которые состоятся с 10 по 12 июня, опубликована на сайте мэрии. Вероника Лебедева, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение.